Привет! Всех приветствую на моём канале Марафон здоровья и разговорный марафон. Хожу 397 дней и по этой причине, что происходит это каждый день, называю ходьбу марафоном. 7 километров сегодня пройдено, хотелось больше, но... Но дела. Какие там дела? Вот деловые все, да? Дела, дела. Почему сегодня хочется больше пройти? За три дня соскучилась за лесом. Три дня ходила в городе по вечерам. Выходите на ходьбу. Позаботьтесь о своём здоровье. Да, больше агитировать сегодня насчёт ходьбы не буду. Перейду к другому разговору. К другому марафону разговорному. Да, и тоже немножко поговорю. Почему? Потому что ветер в лицо дует и в рот. О чём поговорим? О чём поговорим? Об одежде. Ой, я так ступаю в ямы всякие. Об одежде. Сегодня я иду, то застегнусь, то расстегнусь, то застегнусь, то... Вот такая погода у нас настала. Ну вот и думаю про одежду. Какую-то одежду. Какую приобретать одежду. А что, одежды нету? Да. Одежды мало. И всё, что было куплено год назад, оно мне не нравится. Вот бывает такое. Год назад нравилось, а теперь не нравится. А почему? Мода меняется, да? Ох, это мода! Так вот, насчёт моды, да? Насчёт красоты. Которая красота требует жертв. И такие люди жертвуют, ходят в тесном... Так, ладно. Что-то я заметила, сейчас вам покажу. Так. Вот. Думаю, кто здесь что-то повесил, да? Вот такие. А тут, оказывается, написано. Просьба не снимать. Идут соревнования. Слушайте. Ну, просьба не ходить не написана. Значит, пойду, да? Пойду дальше. Где тут соревнования? Ага, сейчас как выскочит толпа бегунов, настоящих марафонцев. И меня подхватят за собой, да? Вот тут, тогда у меня будет настоящий марафон. Вот такие отклонения об увиденной надписи, да? А я сегодня говорю об одежде. Так что чёрную одежду по совету садгуру я уже не ношу. Всю, как бы, сплавила, поддавала, повыбрасывала. Что лучшее дала, что худшее выбросила. В общем, чёрной одежды у меня практически нет. Правда, пальто мне жалко. И я так решила, а пальто у меня не чёрное, а серое. Так хорошо выкрутилось, да? Да. А что ещё садгуру советует? Советует не носить облегающее. Вот, одежда должна чуть-чуть свободная быть. И я вот придерживаться стала. И, да. Ну, старое я не выбрасываю. Я просто новое уже покупаю, более такое свободненькое. Да, свободное. Но не всегда получается. Так, выбираешь в магазине какие-то модели. И так продавщица говорит, вот это, вот это и вот это я померяю. И идёшь, меряешь. И представляешь, пока ещё не померил, что они так будут свободненько. Красивенько так лежать, свободненько. Приходишь в примерочную и натаскиваешь. Она облегает. Да, да. Оказывается, я не того размера. Но когда смотрю на вещь, мне кажется, что я в той вещи буду шикарно смотреться. И она мне будет так красиво по силуэту падать. Красиво по силуэту обтягивает. Да, вот такие вот моменты бывают. Ну, я стараюсь, стараюсь. И советую вам тоже прислушиваться к умным людям. Ну, не ко мне, а к садгуру. Который говорит, что... Ну, можно к другим прислушаться. Например, Наталья Земная, наша целительница, да, травница. Она просто с криком души. Вот она рассказывает про вот эти вот всю одежду, которые на бёдрах носят, да, на бёдрах. И потом передавливает органы себе, женские, они вот всё, что внизу, передавливает. Вот этой красотой на бёдрах, которая носится. И передавливается живот. Вот она просто просит. И просто называет это геноцидом. Это очень плохо для девушек. Для девочек. Потом девушек, потом женщин. Очень-очень плохо. Так что прислушивайтесь к таким людям, которые рассказывают нам. Они толк знают. Они потом лечат этих детей всех, которые уже, ну, уже не дети, уже потом не могут родить. Вот. Так что красота требует жертв. Это просто перечеркнуть это выражение. Ну, никто ничего не требует. Нужно думать своей головой. Вот. От себя лично тоже я могу добавить, что я наблюдаю. Мода меняется, да? Ну, мода раз и поменялась. Но вещи-то мы донашиваем, да? И было недавно мода узкие джинсы. Носят всё равно. У нас такое разнообразие. Кто, у кого что есть, тот то и модно, да? Кому что идёт. Так вот, после рабочего дня я замечала, когда снимают эти, стаскивают себя эти узенькие джинсики. Вот. На ногах остаются отпечатки от этих швов двойных. Это что-то значит. Это же нарушает кровообращение в ногах. Лимфу нарушают. Отток. Так что тоже задумывайтесь, кто ещё носит узкие такие, узкие, узкую одежду, да? Джинсики, которые красиво облегают по ножкам и попе. Да. И это сейчас красиво, а через десяток лет будете думать, а почему это у меня такие ноги все в венах? Так что вот такие. А что я ещё заметила, и мне это просто бесит, когда одевают джинсы на годовалых, двух-трёх годовалых детей. Вот. Но там уже, когда четыре года, оно как-то уже не так заметно. Но вот эти вот, когда до трёх лет натаскивают джинсы, я бы просто-просто бы поколотила этих родителей. Ну как, вы что, сами не видите? Вы натащили эти джинсы. Застегнули здесь ребёнка, передавили. А ещё, а ещё внизу этот самый памперс, да? Ну да, сейчас же умудряются это до трёх лет памперсы одевать. В общем, ребёнку тесно. Ребёнок присесть в этих джинсах не может. Вы видели такое, да? Да. Который ребёнок только научился ходить, и он как робот в этих джинсах присесть, он никогда в них не присядет. Так что вот это вот увижу, просто накажу, да? Да, всех родителей. Но во всяком случае, им нужно, наверное, говорить. Хоть и, как говорится, стыдно влазить в чужую жизнь. Но вот они не знают, что есть одежда трикотажная, что ребёнку должно быть удобно. Не сковывать их. Движение. А там не то, что движение сковывается, там кровообращение сковывается. Вау! Да, вот о таком я как бы простом говорю, да? И кто-то скажет, ерунда. А я скажу, забудьте о своём здоровье. И особенно о здоровье своих детей. И мне радует, что сейчас вот мода пошла на высокие талии. Высокую талию. Вот. А то низкие эти талии передавливают органы. И потом, как бы, вроде бы человек и здоровый. Может, кто-то не сталкивается с этим, кто и не замечает. Но я как-то сталкиваюсь, что молодые девушки не могут родить всякие проблемы. Так что, вот урок такой вам не носите, не передавливайте себе органы, не носите тесную одежду. А если, как мне, я не могу найти одежду, чтобы не было мне в облипку, это, как говорится, мои проблемы, да? Тут нужно два варианта. Три варианта. Или найти всё-таки большой размер. Или понемножко сбросить лишнего веса. Или самой пошить, да? В общем, выход есть. Да. А я и говорить-то уже поговорила, да? Но не хочется, не хочется останавливаться. Не хочется направляться на выход. Как приятно ходить. Людей сегодня мало. Соревнования, хоть и написано. Но, наверное, уже прошли. Так что я никому не помешала. До завтра. Я пошла шить широкую себе одежду. Шутка. Пока-пока. Соревнования. Продолжение следует... Продолжение следует...